Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Яйгер и Мукашева. Вот главная тема. От окон дует на стенах трещины. Семья переселенцев обратилась с жалобой на жилье Какима области. Получено экспертное заключение по сгоревшему общежитию. Можно ли заселять туда людей и на каком этапе восстановления здания? Любовь к природе с малых лет. Чему воспитанники детского сада могут научить взрослых? Аким области Кумар Аксакалов провел очередной прием граждан в онлайн формате. В этот раз главе региона обратились с проблемами, которые касаются домов для переселенцев. Выступали североказахстанцы и с предложениями. Одно из них касалось развития современных спортивных танцев. Подробнее об этих вопросах и их решении расскажем далее. Жилье не купить, работу не найти. В поисках лучшей жизни семья Токтанаевых, в которой четверо детей, сменила географическое положение, переехав из юга страны на север. Это было в 2019 году. Здесь их тепло встретили, в аренду дали просторный дом, предложили работу и даже выдали грант, чтобы супруги открыли свое дело. В 2019 году я получила грант свыше 500 тысяч тенге. Купила швейное оборудование, изготавливала приданное для невест. Продукция отлично продавалась, но наступил карантин, то и не проводят. Я осталась без работы. Рукодельницы предложили на время сменить профиль и шить одежду. На нее-то спрос есть всегда. Но МакПал говорит, что душа к такому не лежит. Не получилось с бизнесом и у супруга. Он планировал в начале августа посадить клубнику, чтобы в декабре собрать урожай. Но деньги нам выдали в конце августа. Посадить не успели. Остались без урожая и без работы. При этом практически в каждом селе Северного Казахстана нужны работники. Дефицит механизаторов, водителей, педагогов, строителей и еще десяток других специалистов. Для этого и создали программу по переселению казахстанцев из трудоизбыточных регионов. Вы же молодые. Надо работать. Разве не так? С 2016 года в нашу область переехали свыше 6000 человек. Среди них педагоги, врачи и сельхозники. Некоторые взяли грант и открыли свое дело. Получают прибыль. Работа в регионе есть. Главное – желание трудиться. Все остальное и так предоставят. Речь о пособиях на переезд и жилье. С последним у семьи Токтанаевых тоже проблемы. В доме холодно, от окон и двери дует, а на стене появилась трещина. Выезжал я на этот дом и не только. На самом деле в ряде домов есть нарушения. Мы сейчас по вашим поручениям технические заключения получили по домам 2019 года. Есть замечания. Сейчас мы направили их непосредственно тому поставщику, который нам эти дома продавал. И сейчас уже, если он не выполнит наши, мы поставили срок. Если он не исполнит, то мы уже в судебном порядке. Трещина пошла по штукатурке. Разошлись швы на фасаде вместе с утеплителем. И с окнами подрядчик тоже дал маху. Установил не те, что нужны. Потому и холодно. Весной начнем работу. Вскроем штукатурку, посмотрим, что со стенами. Подрядчик устранит все недочеты в рамках гарантийного обязательства. Также надо поменять входную дверь и окна. Весной решится проблема с домом. К слову, стоимость одного – 7 миллионов тенге, полтора из которых уходят на услуги строителей. У переселенцев есть возможность возвести дом мечты самостоятельно. Все материалы предоставят. Тогда и проблем с подрядчиком точно не появится. Дом будет таким, как захотят жильцы. Эта идея пришлась по душе Маржан Валиевой. Женщина переехала из юга страны и стала здесь успешной предпринимательницей. Один из ее бизнесов – строительство домов для переселенцев. Ранее она обращалась к Акиму области. Маржан начислили налог, который она оплачивать не должна была. Просто женщина неправильно оформила документы. Кумар Аксакалов тогда поручил разобраться и помочь предпринимательнице. Мы встретились с Маржан, вместе с налоговой нашли решение. Осталось только сдать декларацию и проблема решена. Никаких лишних начислений не будет. Аженис Щерхан здесь от лица молодежи. Просит поддержать один из видов современного танца – брейк-данс. Недавно его включили в список олимпийских видов. И в нашей области есть немало талантливых танцоров. Еще больше любителей этого зрелищного танца. Женис Щерхан просит о поддержке. Мы будем, естественно, всячески поддерживать данный вид, потому что он является массовым видом спорта. На сегодняшний день ведется проработка с тренерами. К сожалению, пока мы не можем выделить средства. Почему? Потому что они не прошли ранжирование по управлению спорта. Ранжирование будет в этом году. Проводить все документы в порядок. Надо будет. Мы дополнительные деньги выделим. Это очень хороший вид спорта для молодежи. Увлекательный, интересный, зрелищный. Чем больше молодежи будет заниматься спортом, тем лучше, заключил Комарак Сакалов. Танцоров глава региона пообещал поддержать. Агирь Мукашева, Рустам Тлюжанов, Новость МТРК. Восстановлению подлежит. Получено экспертное заключение по общежитию, в котором 21 февраля произошел взрыв. Аким Петропавловска сообщил, что в субботу уже начнут заселять тех, чьи квартиры не были в эпицентре взрыва и сильно не пострадали. Что касается правой части дома, то жильцы 4-го и 5-го этажей возможно вернутся в начале следующей недели. На объекте работают 6-3 компаний. Сегодня заканчивают вставлять окна и завершают работы по теплоснабжению. Параллельно с этим проводят укрепления на первом этаже. Второй тоже сильно пострадал. Там, отметил Була Джумабеков, предстоит полное восстановление. В момент взрыва в здании находились и те, кто не проживает в общежитии. Ни один из пострадавших не останется без внимания, подчеркнул градоначальник. Сейчас эти две комиссии работают. Я думаю, день-два и они определяют ту часть, которую невозможно за счет бюджета восстановить. Невозможно по той причине, что есть там определенный порядок. А то, что возможно будет, уже в настоящее время порядка 70 заявок есть на выплату. Я думаю, в ближайшее время уже выплаты начнутся. Никаких нареканий в части того, что в дальнейшем эксплуатировать нет. Поэтому я бы хотел пользоваться моментом людей, которые в этом объекте проживали, будут успокоить, что тревог для того, чтобы заселиться, не должно быть. Экспертное заключение есть. На сегодняшний день в больнице лежат 8 пострадавших. Из них двое в реанимации. Один молодой человек в областной многопрофильной больнице в реанимации. Девушка также находится в реанимации в многопрофильной городской больнице под аппаратом ИВЛ. У нее состояние оценивается как крайне тяжелое. Один молодой человек вчерашний день был переведен в отделение из реанимации. И по ребенку можно сказать, что он идет на поправку и, скорее всего, завтра будет отпущен домой. Режим карантина нанес серьезный ущерб автоперевозчикам Северного Казахстана. Ведь внутриобластной общественный транспорт не работал практически с марта по декабрь 2020. За это время у большинства автовокзалов региона скопились огромные долги. Плюс ко всему добавилась еще одна проблема – нелегальные перевозчики, которые зачастую переманивают пассажиров. Эти вопросы обсудили на диалоговой площадке Казалжара Далдекаланэ. Продолжит Абай Альжанов. Еще до пандемии на автовокзале Петропавловска ежедневно были открыты 150 маршрутов. В день пассажиропоток насчитывал 1200 человек. Сейчас у автовокзала не лучшие времена. Последствия ограничительных мер дали о себе знать. Число рейсов сократилось в пять раз. Прибыль упала, клиентов, соответственно, тоже стало меньше. Предприятие терпит большие убытки. Долг превысил 10 миллионов тенге. Это заставило директора автовокзала выставить его на продажу. Стоимость оценивается в 400 миллионов тенге. Не вошли в группу риска по поводу после пандемии. Поэтому мы обращались, мы писали, чтобы включили нас, хотя бы льготы нам дали по зарплате, чтобы не платить налоги с заработной платы, НДС убрать с нас. Ну не знаю, как будет складываться дальше ситуация. Конечно, наши перевозки, они же нужны, нужны жителям. Не все же могут позволить себе работать на такси, ой, ездить на такси. Поэтому я считаю, что спасать надо эту отрасль очень сильно и быстрее спасать. Отчасти компенсировать расходы автовокзала помогут субсидии от государства. В этом году североказахстанским перевозчикам окажут помощь в виде 400 миллионов тенге. В прошлом это число было вдвое меньше. Средства направили на поддержание 35 действующих маршрутов. Субсидии перевозок, они каким образом скажутся. То есть межобластные перевозки, они все равно будут проходить через автостанцию, через автовокзал. Тем самым повысится прибыль автовокзала. И получается какой-то процент от продажи билетов перевозчики оплачивают в вокзал. По нашим расчетам, при действующих 11 социально значимых маршрутах у автовокзала будет перечислено в течение года 20 миллионов. Если мы запустим еще дополнительно 24 маршрута, то наша сумма увеличится еще на 24 миллиона. Сейчас автовокзал в полной мере не в силах обеспечить курсирование по всем внутриобластным маршрутам. Из-за сложившейся ситуации в регионе стали процветать нелегальные перевозки. Услуги такси предоставляют чуть ли не на каждом углу. К примеру, на стоянке напротив автовокзала. Стоимость проезда у так называемых бомбил там на порядок выше, отмечают специалисты. На сегодняшний день в Индрайвере Мамлютка 4 машины, 1000 тенге место. Булаева 9 машин, 2200, одно место. Смирнова 4 машин по Индрайверу, 4500. Явлинка 7 машин, 1500. И Сергеевка 10 машин, 2500. Это значит, что есть просто Индрайвер, да, и люди ездят им. Почему они выбирают Индрайвер дороже? Ответ на этот и другие вопросы участники встречи узнают уже на следующем собрании. Туда общественники планируют пригласить представителей транспортной инспекции, местной полицейской службы и департамента госдоходов. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, новости МТРК. Деятельность шести интернет-магазинов, распространявших синтетические наркотики, пресекли полицейские. Об этом они рассказали на онлайн-брифинге. Здесь же проинформировали об оперативной обстановке в целом. Североказахстанские сотрудники правоохранительных органов в этом году намерены направить основные усилия на борьбу с наркопреступностью. Подробнее о задачах и планах полицейских в материале при службе областного профильного ведомства. Как понять, что ребенок посещает наркосайты? Куда обращаться при появлении на стенах домов наркографити? По каким признакам можно узнать закладчиков? Это самые актуальные вопросы пользователей соцсетей. Ответы на них они получили на онлайн-брифинге. Здесь же полицейские рассказали и о тех, кого уже наказали. Из незаконного оборота изъято более 462 килограмма различных наркотических средств, в том числе героина около 400 грамм и около 2 килограмм синтетики. Наиболее яркими примерами являются, конечно же, факты пресечения деятельности шести интернет-магазинов, администраторы которых занимались бесконтактным распространением синтетических наркотиков. Впервые в судебной практике Республики Казахстан в Североказахстанской области привлечен к уголовной ответственности и осужден четырем годам лишения свободы фигурант, занимавшийся рекламой синтетических наркотиков посредством интернета. С начала года североказахстанские наркоборцы выявили 36 правонарушений. Все эти направления оперативной работы вкупе с профилактикой предстоит выполнить и в этом году. Особое внимание полицейские попросили обратить на безопасность детей. Если вы на эти вещи не будете обращать внимания, то они могут привести к тяжелым, необратимым последствиям, потому что синтетическая наркомания сегодня нацелена на молодежь. В целом, в 2020-м североказахстанские полицейские выявили 195 правонарушений, в том числе 49 фактов сбыта наркотических и психоактивных веществ. Жанель Бесинбаева при содействии Пресс-службы областного департамента полиции. Тернистый путь к справедливости, который должен стать легче. С этого года по поручению главы государства в Казахстане будет работать административный процедурно-процессуальный кодекс. Судьи начнут помогать своим ИСАМ, когда те обратятся к служителям Фемида во время конфликтов с госорганами. Во время таких процессов именно они до выяснения всех обстоятельств дела будут считаться виновными. Это нововведение 2021-го. А как североказахстанские суды работали в прошлом году, расскажем прямо сейчас. Сила в правде. Вот только некоторые добиваются ее кулаками. Так сделали участники прошлогодней летней драки на Обуховском горно-обогатительном комбинате. Шестокую потасовку обсуждала вся страна. Позже уже цивилизованное разбирательство перешло в зал суда. Соседания по этому делу, как еще несколько десятков тысяч процессов, в 2020-м проходили онлайн. По старинке служители Фемиды могли рассматривать лишь тяжкие преступления. Их количество на севере страны в прошлом году увеличилось почти на 56%. Кроме того... На 63,9% возросло число дел по фактам тайного хищения чужого имущества. По фактам мошенничества рост 2,3 раза. По применению насилия в отношении представителей власти на 56,3%. В судах региона рассматривали меньше дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Уголовных дел было больше тысячи. И увеличение количества заключенных удручает. За решетку в 2020-м отправились 304 североказахстанца. Почти в два раза больше стало преступников-рецидивистов. А еще в прошлом году стражам порядка и служителям Фемиды не давали расслабиться браконьеры. Ужесточение закона горе охотников и рыбаков не сильно успокоило. Возможно, ограничение свободы поубавит пыл таких людей. Ее, пусть и частично, в 2020-м лишились 16 браконьеров, которые не смогли пройти мимо сибирских косуль. Вот только за их смерть в госказну они отдавали почему-то разные суммы. Органы охраны окружающей среды признают, что ущерб государству назначен 600 тысяч, ну чуть больше, там 643 по одному было. Так, в других случаях такая же отстрела одной косули почему-то означает 1 миллион 40 тысяч. Я пока вам точно сказать не могу, почему идет размер, почему разница в сумме. А разница в сумме влечет за собой, естественно, и квалификацию совершенно другую. То есть другое наказание. В этом вопросе специалисты областного суда сейчас разбираются. Кстати, многие прибегают к его помощи, а потом находят в себе силы примириться. В прошлом году в случае с гражданскими делами это была достаточно частая практика. А кто-то наоборот хочет добиться справедливости через суд, но не берется за это, потому что долго и сложно. Споры граждан с госорганами с июля 2021 года благодаря административной юстиции для первых будут решаться проще. При рассмотрении этого дела суд обладает, судья будет обладать более активной позицией. Если есть какие-то формальные нарушения со стороны заявителя, физического или юридического лица, он вправе подсказать, что вот такие-то формальные нарушения имеются. Вправе подсказать, какие процессуальные действия могут быть не в интересах этого заявителя. То есть активная роль суда помогать именно заявителю защищать свои права. Защитников, которые прикладывают максимум усилий во время судов, у представителей госорганов более чем достаточно. Поэтому чаще всего раньше их выигрывали именно они. С помощью нового процедурно-процессуального кодекса шанс на победу в зале суда появится и у простых людей. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлиужанов, Новости МТРК. Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан внес изменения и дополнения в правила назначения выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей. Для назначения пособия на рождение и по уходу за ребенком необходимо обратиться в территориальный орган по назначению пособий через госкорпорацию или на портал с заявлением о предоставлении этой услуги. При регистрации рождения ребенка она будет оказываться по принципу одного заявления. Что касается пособия многодетной семьи, то оно назначается со дня обращения в уполномоченный орган. Для назначения пособия к заявлению прилагаются документы, указанные в стандарте государственной услуги назначения пособия многодетной семье. О возможности получения такой услуги заявитель узнает из автоматизированной информационной системы ЕМАКЕТ при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи на веб-портале ЕГОВ. Формирование принципов добропорядочности, продвижения культурных и духовных ценностей среди молодежи – такова главная цель работы центров «Парасаджулы», созданных по инициативе проектного офиса Козылжара Далдакалане. Центр «Парасаджулы» – это диалоговая площадка для встреч представителей разных сфер – образования, науки, религии, а также творческой интеллигенции. Каждую неделю спикеры собираются вместе и обсуждают варианты продвижения принципов честности и справедливости. Особый акцент в разговоре уделяется и борьбе с главным социальным злом. Из-за пандемии встречи проходят в прямом эфире популярных социальных сетей. Пока центр «Парасаджулы» действует в областной библиотеке имени Сабита Муканова. В планах у организаторов проекта открыть такие уголки и в районах. «Привлекаю людей, которые уже достигли успеха, имеют определенный опыт, уважение, чтобы они донесли до молодежи, в целом до общества идею добропорядочности, о том, что нужно вместе сплотиться. Будем рады, если они пойдут в нашу команду именно по борьбе с коррупцией». Библиотека Кузыбаев-Юниверсити пополнилась сотней новых книг в рамках проекта «Новое гуманитарное здание». Инициировал этот проект еще несколько лет назад первый президент страны Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». По его же поручению на государственный язык было переведено топ-100 учебников ведущих вузов мира. К примеру, теперь в местный альмаматор могут обучаться по тем книгам, по которым занимаются студенты в Кембриджском или Оксфордском университетах. Вся эта литература для североказахстанских воспитанников вуза будет в открытом доступе. Причем книги будут предоставлены как в печатном формате, так и в электронном. На сайте университета в разделе научная библиотека. «В декабре прошлого года в нашу библиотеку поступил пятый транш книг по программе «Рухани Жанхару». Пятый транш стоит. Это книги по философии. Это индийская, арабская, китайская, японская философия. Пришли книги впервые по лидерству. Очень хорошие, интересные книги по лидерству, педагогики. И книги по политике. Пять транш из 23 книг. Это более 3000 экземпляров. Эковоспитание с дошкольного возраста. Для раздельного сбора пластика и бумаги в детском саду Алтенбесек установили эко-боксы. В неделю там собирают около пяти кубометров отходов. В эко-программе участвуют и родители. Они считают, что начать прививать детям любовь и заботу к природе лучше с раннего детства. О том, что для этого необходимо, расскажет моя коллега Жанель Бесенбаева. Пластик в одну коробку, а бумагу в другую. Эко-боксы под особым контролем деток из дошкольного учреждения Алтенбесек. Данила Роженко следит за чистотой не только в стенах детсада, но и на улицах города. В свои пять лет юный экозащитник понимает, что пластик губит природу. Если мы тянем хотя бы один листочек, когда у нас воздух быстро кончится. Если контейнеры кидать правильные мусоры, когда можно не относить сварку, а просто из пластика, из бумаги и что-нибудь из другого сделать, какие-нибудь поделки, игрушки, вещи. Ребенок учится тому, что видит у себя дома. Слова и дела родителей оказывают огромное влияние на воспитание детей. В Гульбике Кубенова к экологии относятся с трепетом. Привить бережные отношения к окружающему миру пытается и своим детям. Признается, начать это следует с раннего возраста. Действительно, воспитать у ребенка экологическое образование очень важно. Я мама двоих детей, оба учатся в садике. Я рада, что в Алтенбесек уделяют экологии особое внимание. Проводят различные акции, конкурсы. Боксы – это очень хорошая идея. Эти экобоксы в детском саду установили специалисты ТО «Радуга». Предприятие также занимается сборами, переработкой собранных отходов. Славной упор ставим на детей. Дети – наше будущее, это будущее поколение. Они, приходя домой, учат своих родителей. Потому что тяжело собрать взрослых людей и им что-то где-то рассказать. Проще вот так вот прийти в детские сады, в школы. Всегда проводим такие мероприятия. К примеру, из детского сада Алтенбесек в среднем за неделю собирают около пяти кубометров мусора. В целом в городе установлено порядка 800 таких экобоксов. Более 200 установлены в образовательных учреждениях. Жанель Бесимбаева, Михаил Казначеев, Новости МДРК. В Петропавловске проходит соревнование по плаванию. Мероприятие посвятили 30-летию независимости Республики Казахстан. В первенстве принимают участие воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Дельфин». Пловцы, которые покажут лучшие результаты, получат путевку на чемпионат Казахстана в Шимкенте. Репортаж Анастасия Устертак. Пловцы в этой гонке показали свою ловкость и скорость. Яна Лукьянчикова, к примеру, 50 метров вольным стилем преодолела за 28 секунд 57 миллисекунд. И в результате стала первой в своей возрастной категории. Юная спортсменка плаванием занимается с трех лет. Сейчас ей 12. Говорит, не жалеет, что выбрала этот вид спорта. Мне врач сказал, что для здоровья нужно идти учиться плавать. Я маме сказала, что мне понравилось все это. Я очень хочу плавать. И мама была не против. Потом мы перешли в спортивную группу, и я начала плавать, уже более серьезно заниматься этим спортом. Соревнования продлятся два дня. В программу плавательного многоборья входят три дисциплины. Это комплексное плавание 450 метров вольным стилем. Сегодняшние наши старты – это такой своеобразный отбор, срез. Мы отбираем лучших на чемпионат Казахстана, который будет у нас в Шымкенте в следующем месяце. С 14 по 18 марта в городе Шымкенте пройдет. Соревнования проходят по всем возрастам, по всем возрастным группам. Отбор будет проходить по спортивному принципу. Кто первый, тот и победил. Всего в соревнованиях примут участие более 250 воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Дельфин». На этом все. Выходя из дома, не забывайте надевать маски и соблюдать дистанцию. Берегите себя. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова